Добрый день! ГФИ, я когда говорю ГФИ, вспоминаю все-таки главные или государственные. Вы поясните, чем они отличаются? Нет, все-таки главный федеральный инспектор по Кировской области. Мы поднимаем два сегодня очень серьезных вопроса. И начнем с вопроса, который пристальное внимание требует всех нас. И пристальное внимание как раз Владимира Климова требовала на протяжении всего этого времени. Во вторник прошло координационное совещание по подготовке области к отопительному сезону. Это очень серьезный вопрос. Я на начале совещания присутствовала, ушла на том моменте, когда Богородская отчитывалась о готовности к отельной. Богородская очень серьезная проблемная зона. Мы на общественной палате эту тему разбирали, я там в курсе. Выступало очень много людей заинтересованных. И я вам скажу, что отчеты носили такой сосредоточенный и серьезный характер. Я знаю, что вы контролируете буквально каждый момент по отопительному сезону. И поэтому мы, наверное, больше времени посвятим именно этому вопросу. Во второй части нашей программы мы поговорим о том, как расходовались деньги из резервного фонда президента. Это приятно. Наверное. Посмотрим. Посмотрим. Только нужно сразу сказать, что в этом году была беспрецедентная сумма, выделенная на Кировскую область, 166 миллионов. Да, могло быть еще больше. А могло быть еще больше. Ну, тогда это не очень приятная новость. Нет, все равно приятная. Все равно приятная. Отлично. Значит, мы разберем, на что пошли эти деньги, как они были израсходованы, где какие учреждения были отремонтированы, и почему мы могли получить еще больше, но получили не все деньги, на которые могли рассчитывать. И получим ли, может быть, эти деньги в будущем? Разберем этот вопрос тоже. Я его задавала в предварительной нашей беседе. Итак, мы возвращаемся к ЖКХ, мы возвращаемся к отопительному сезону. Я вам скажу вот что. Значит, что касается Богородского, выяснилось, что еще в нескольких районах особо остро стоит эта проблема. Там конфликт, который развивается вокруг котельной, которую Богородская обслуживает, длится уже с конца зимы, с весны. И буквально полторы недели назад в общественной палате к нам приезжали глава района, глава поселения, бывший глава вот этой организации, которая обслуживала котельной. Вы знаете, было такое ощущение, Владимир Владимирович, люди сидели за круглым столом, там министерства были представлены, правительство Кировской области, общественники, специалисты. Было такое ощущение, что никак, что вот там существует не какой-то финансовый вопрос, проблема, а какой-то вот даже межличностный конфликт. Не могут между собой договориться. Не могут никак договориться. А между прочим, 15 сентября, который считается во всей Кировской области такой точкой отчета, начиная с 15 сентября подключаться до старта топительного сезона, вот оно уже. Ну он плавающий на самом деле, но тем не менее все, близко. Да, погода-то, конечно, хорошая, но могла бы быть и другая, неизвестно, какая она будет. И тут я услышала на координационном совещании, что проблемы серьезные существуют и в других районах. И я ушла, поскольку на пике обсуждения этих проблем, ушла-то с грустным впечатлением. Но я понимаю, что координационное совещание собиралось с другой целью, не погрустить, посидеть, а оценить, что было сделано. И какие силы необходимо там приложить и бросить для того, чтобы 15 числа все были спокойны, и мы могли сказать жителям Кировской области, что вы будете с теплом. Давайте разбирать всю ситуацию, какая есть у нас сейчас. Значит, еще раз добрый день. Наверное, надо пояснить вообще, что такое координационное совещание. Главный федеральный инспектор – это сотрудник администрации президента. И основные его полномочия вот здесь, на территории субъекта, это функции контроля. Контроля, ну вообще за всем. Если говорить очень узко, то за любой подписью президента, за любым решением, указом и прочее, за исполнением федерального законодательства. Дальше это все подразумевает, естественно, чтобы права граждан на территории субъекта исполнялись. И когда мы говорим о тепле, то, наверное, это одно из важнейших, потому что мы с вами живем там, где холодно. У нас даже летом бывает в пальто холодно. Поэтому надо, чтобы было тепло. И поэтому, конечно, это один из краеугольных вопросов, которые на ежемесячных совещаниях, которые главный федеральный инспектор проводит с руководителями всех федеральных структур, всех на территории области, с приглашением, безусловно, в данном случае отопительный период. Это, значит, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, наиболее проблемные муниципалитеты, заместитель председателя правительства области, который ответственный по нашему настоянию. Раньше в области не было такого. Вот последние три года мы это все-таки отстояли, чтобы была персональная ответственность. И вот в этом году это два человека. Это зампред правительства Владислав Кадыров и Редькин Игорь Юрьевич, это министры. Вот они персонально несут ответственность. И на этом совещании мы как раз отрабатываем не только контроль, но и необходимые вопросы взаимодействия. Потому что здесь все. То есть, например, без Ростехнадзора ни одно муниципальное образование не получит паспорт готовности к зиме. Вот сейчас мы об этом тоже поговорим. Что это за документ такой? Да. Поэтому Ростехнадзор это одна из ключевых здесь организаций. Прокуратура. Потому что это ОКО Государева. Они этот пласт переворачивают многократно в течение этого же отопительного периода. И мы-то берем информацию от всех для того, чтобы была правильная картина. Муниципалитет говорит одно. Правительство области говорит немножко другое. Прокуратура говорит, мы не согласны ни с тем, ни с другим. Бизнес третье. Бизнес говорит третье. Да, ресурсоснабжающие организации. Вот как в сегодняшнем разговоре, скажем, один из проблемных таких вот, вернее, одна из проблемных точек, это поселок Безбожник Богородского района. Это север области. Там ресурсник частное лицо. Безбожник Богородский, Богородский, Борошинский. Борошинский район. Ресурсник, он как раз частное лицо. И с ним работать совсем по другому муниципалитету, чем, скажем, в северном районе Верхнекамском, только уже на северо-востоке области, скажем, там государственное предприятие, облкоммунсервис. Я бы сказал, что с государевым все-таки чуть проще. Но, тем не менее, надо работать со всеми. Поэтому вот все это многообразие, ну и наша задача, чтобы область нормально вошла в отопительный сезон, чтобы исполнительная власть, это правительство области, это министерство, это персонально ответственные и все муниципалитеты, которые тоже персонально ответственные за свои территории, чтобы все сработало. Потому что потом мы с вами будем людям объяснять, а вот извините, вот вам тепло не завезли, в смысле топливо не завезли. Придется померзнуть чуть-чуть, подождать. Ну, кстати, с этим Безбожником в прошлую зиму так и было, ведь замораживали поселок. И сейчас он тоже в проблемной зоне. И он проблемный. Вы говорили на совещании и в предварительной нашей беседе, что, к сожалению, в Кировской области наблюдается рост количества муниципалитетов, которые не получили паспорта готовности. Что такое паспорт готовности? Значит, готовность муниципальных образований определяется следующим порядком. До 15 сентября, это цифра, которую вы называли, органы местного самоуправления выдают паспорта готовности потребителям тепловой энергии. Это дома, в которых мы живем многоквартирные, это объекты социальной сферы. Садики, больницы, вот это вот все. До 1 октября эти же органы местного самоуправления выдают паспорта готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям. То есть это котельные, это те, кому принадлежат сети. И вот когда это все сделано, после этого Ростехнадзор выдает паспорт муниципальному образованию. То есть у тебя потребители готовы, те, кто подает им, готов. И вот у нас в сезон 14-15 было всего 3 муниципальных образования, которые не готовы, вошли в зиму. Следующий сезон 15-16 их стало 4. 16-17-19, а прошлый год уже 26. Так, вот дата последняя, окончательная, когда они этот паспорт должны получить, это 1 октября? Нет. Или раньше все-таки? Лучше, чтобы все было раньше, конечно. Вопрос-то сейчас не в этом они заключаются. Дело в том, что, судя по всему, увеличивается количество муниципальных образований, которые эти паспорта вовремя не получают. Вовремя не получают, это большая проблема. Нужно понять, а в чем здесь основная загвоздка? Ну вот смотрите, что такое вообще получение паспорта? Это же не панацея от всех бед и от того, будет тепло или не будет. И без паспорта обязано быть тепло. Но это получается, что вот это муниципальное образование, редко это район, в большей степени это какое-либо поселение городское, либо сельское, то есть более маленькое, не подготовилось должным образом, нет необходимого нормативного запаса топлива, не произведены качественные вовремя ремонты, не выполнены планы, не обучен персонал и так далее, и так далее, и так далее. Это значит, вот это как клеймо. То есть мы имеем в виду, что вот это муниципальное образование неготовым входит в зиму, и значит его будет трясти и лихорадить. Нет гарантии, что все будет нормально. И делать все будет в авральном режиме. Вы во вторник, когда проходило совещание координационное, это озвучивали? Да, и вот мы называли вместе с прокуратурой целый ряд районов. Вот у нас с вами сейчас вертится Богородский район, вертится Мурашинский, а к ним можно добавить Опаринский, можно добавить Советский, можно добавить Котельнический. То есть, к сожалению, достаточно много. Я скажу, что вот за прошедшие годы три, я бы назвал, поселения, которые стабильно лихорадят, вот все прошедшие годы, они все находятся в Верхнекамском районе, к сожалению. Это север. Да, это Рудничный, Рудничное городское поселение, это Лесное городское поселение, то есть у нас вообще Лесное городское поселение, оно самое северное. И Светлополянское городское поселение, в Северхнекамский район. Сейчас мы должны прерваться буквально на полминуты, и после перерыва продолжим разбираться в ситуации и подготовке в отопительном сезоне в регионе. Пока что мы чувствуем некоторое напряжение, напряжение с входом в отопительный сезон, и как раз настало время, наверное, рассказать, как будет решаться эта проблема, чтобы понять, есть ли у нас уверенность, что мы отопительный сезон пройдем успешно. Продолжаем дневной разворот. Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько, и у нас в студии Владимир Климов, главный федеральный инспектор по Кировской области. Мы сейчас еще в течение ближайших 10 минут будем говорить о том, как область входит в отопительный сезон, пока до перерыва мы входили в сезон с таким напряжением. Итак, мы обозначили основные болевые точки. Несколько районов области. Несколько районов области. Географически я имею в виду точки. Некоторые из них, как это сказать, постоянно, да, все время провисают в этом вопросе. Еще вопросы, которые были обозначены на координационном совещании у Владимира Климова во вторник, это вопросы по тарифам. Я их слышала, и, честно говоря, они меня поразили, но я не слышала, как разбирался дальше этот вопрос, ушла пораньше. Говорили о том, что тарифы, заложенные контрольно-счетной палатой, 16, например, тысяч рублей за мазут. Нет, региональные службы по тарифам. Региональные службы по тарифам 16 тысяч за мазут, а по факту они 24. Когда ты слышишь такие цифры, ты не можешь понять, как же с этим справиться, откуда же взять деньги, чтобы купить по новым тарифам. Очень сложная ситуация. Она очень сложная, усугубляется вот действительно этим большим разрывом, потому что ведь региональная служба по тарифам не может разрешать взвинчивать тариф до бесконечности. Есть установленные правила на общефедеральном уровне. Есть еще инфляция там, да, на величину. Несколько процентов там и все. И вот поэтому приходится выкручиваться и областным властям, и муниципальным, и самим ресурсникам вот с этим разрывом, как с ним быть. Когда в казне много денег, проблем больших нет. Выпадающие доходы возместили, и проблема снята. Но в казне денег немного, к сожалению. Поэтому это долги, которые переходят из года в год, которые гасятся через несколько лет. И поэтому вся система ЖКХ-то работает с достаточным напряжением, потому что, скажем, вот вы поставщик тепла. Вы его произвели, это тепло, и вам его разрешили продать за 2 рубля. А вы затраты понесли 2,50. Значит, вы в долгах. Вам говорят, подожди, мы отдадим, но это будет попозже. Вот соберем тут долги, там долги и прочее. И, конечно, сами ресурсники-то, они живут очень напряженно из-за этого. Поэтому их вот брать и просто душить, что вы негодяи, это неправильно. Негодяй тот, кто действительно негодяй. А тот, кто добросовестно работает, и вот это бремя на себе тащит, и при этом, будем говорить, ничего не зарабатывает. Оплату получает спустя продолжительное время. Его надо, конечно же, поддерживать. И поэтому мы здесь постоянно обращаем внимание, да и правительство области сами это прекрасно понимают, вместе с муниципалитетами всячески поддерживать тех, кто дает тепло. Проводить ту работу, особенно, когда это касается, например, местных видов топлива, надо с лесниками работу проводить, чтобы не было анекдотической ситуации, когда в лесном краю дрова невозможно купить. Или они стоят каких-то безумных денег. Они, кстати, тоже подорожали. У нас заложено 750-800 рублей, насколько я понимаю, а стоят они 900 сейчас. Да, но я вам могу сказать, что, например, те лесные районы и поселки, где находится учреждение уголовно-исполнительной системы, они заготавливают лес, так называемые лесные колонии. Там граждане получают дрова не дороже, чем по 300 рублей. Но мы не можем себе позволить, к сожалению, в каждом районе области по колонии организовать данные. Нам надо по-другому каким-то образом выкручиваться. Просто привожу пример. А здесь регулятор. Это правительство области, это министерство наше лесное, это министерство ЖКХ, это зампреды правительства области. Вместе с муниципалитетами они должны это все отрабатывать. Региональная служба тарифом я видела, сидела и все записывала прямо, записывала эти сведения на Координационном совете. Так ведь как раз суть этого совещания это взаимодействие. Не только внутри федералов, федералов с областными структурами, с муниципальными, с конкретными районами, с конкретными главами. Вы сегодня когда, вернее... Во вторник. Да, вы когда вот сказали вас уже не было, в самом конце я подводил итоги и главам районов, и Богородского, и Мурашинского сказал. Вот вы очень хорошо выступили сейчас, вы прямо рассказали такую картинку, у вас все сходится, все концы с концами. Да, обещали, что все будет нормально. Да, а ведь это просто хотелки ваши, да не сойдется у вас это, ну невозможно. Потому что где-то вы не получите сырье, вернее котельное не получат его, потому что ему его не дадут бесплатно, денег заплатить нет. Либо не подвезут вовремя, либо еще что-то, не успеете отремонтировать, так как лето ничего не делали. Поэтому вы должны буквально зубами вцепиться, вот что в Богородское, что в Мурашах, и на личном контроле, так сказать, ежеминутно этот вопрос тащить, чтобы дать войти в зиму. Я понимаю, почему вы обостряли это на совещании, потому что совещание собирается действительно не для того, чтобы показать, как все гладко. Вот сейчас мы это все... Такие все молодцы. Мы вам сейчас вот расскажем, что... А там еще сроки такие, они называются. Вот вы знаете, у нас ничего нет, но вот вчера прошел конкурс, послезавтра поставят котел, послезавтра мы договорились, завезут дрова. Вот сроки такие называются. А через неделю начнем топить. А собираются-то люди совершенно для другого. Поэтому у нас и зампреды, и министры, и контрольные ведомства, потому что надо озвучить при всех, где у нас проблемные зоны. Чтобы все были в курсе, чтобы потом не говорили, мы не знали, вы не рассказали. Нет, но самое главное, чтобы главы районов, те, которые проспали, может быть, в некотором смысле, подготовку, чтобы они понимали, что уж лучше сейчас тогда сознаться, условно говоря. Всегда нужно сразу озвучивать проблему. Обозначить и попросить, может быть, о помощи какой-то, чем потом это делать в авральном режиме. И был еще один момент затронут. Это задолженность перед жилищно-коммунальной сферой за потребленные услуги. Вот мы начали говорить. Да, вроде бы она сейчас снижается. И здесь на уровне области предпринимается немало шагов. Совсем недавно, вот в прошлом году, задолженность населения была 4,6 миллиарда рублей. Это именно жители? Да. Это именно жители? Сейчас это 3,8 миллиарда. То есть почти на где-то 17-18 процентов уменьшилось. Но лукавство в чем? Когда говорят, у нас процент собираемости очень хороший и население порядка 90 процентов платит, вот я бы тут погрозил пальцем. Потому что 90 процентов это вот в какой-то момент, но в это входит долги за старое заплатили, понимаете? А если взять вот сколько платим чисто, я думаю, 60, 70, 90 не будет. Поэтому работать и работать в этом вопросе. Я прошу прощения, у меня сейчас мысль почему-то такая возникла. А не сказалось на снижение задолженности эта история, что мы перешли с 12-месячной оплаты за отопление на 8-месячную? Летом-то ведь платят мало. Может быть, люди за счет этого немножечко там гасят свои долги. А зима-то придет, извините, платежки-то будут ого-го. Ну, думаю, что справедливо и это в том числе. Там еще такая история, на самом деле, есть по задолженностям. Вы рассказывали в предварительной беседе, что есть еще и неграмотность, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении как раз оплаты за услуги отопления и выплаты задолженностей. Ну, есть такое. Вот мне недавно, буквально на прошлой неделе, проводил прием в Слободском и Слободском районе. И рассказывают о том, что ресурсники, ну, в данном случае энергетики, энергосбыт, берут и вот выставляют долги за должность по электроэнергии за 2013-й, 2014-й год. Хотя срок исковой давности всего три года. Вот. Но и выходят с этим в арбитраж и зачастую даже выигрывают, потому что индивидуальный предприниматель, либо руководитель какого-то небольшого юрлица оказываются, ну, достаточно неграмотными. Но мы не можем здесь одергивать энергетиков, что вы не правы. Но они же поставили ресурс в свое время. Потому что они же вытаскивают, да, за те услуги, которые они предоставили. Удивляет, как ведут себя те, кто, ну, даже не готов эту цифру три года понимать у себя в голове, что всего три года срок исковой давности. Хотя и хорошо, пусть не знают, пусть платят. Понятно. Призывали к тому, что все-таки запотребленные надо расплатить. Тем не менее, не зря вводится этот срок давности, три года, это чтобы дать возможность бизнесу, который существует, все-таки не по грязным долгах разрушиться абсолютно, а смочь реструктуризировать свои долги и выплачивать то, что сейчас актуально. Итак, все-таки, вот мы с вами поговорили, там четыре пункта еще было обозначено. Стрижи, Богородская, Безбожник и Костина. По всем этим пунктам было доложено, что будет сделано. И вот из этих четырех пунктов самый напряженный-то где? Слушайте, ну, мне кажется, что это Стрижи и все-таки Безбожник Мураши. Хотя может выстрелить и Советский район, может выстрелить Апаринский район. В прошлом году у нас выстреливал Белохолуницкий район. То есть, вот поверьте, почти везде может выстрелить, потому что где-то не пойдет с топливом. Например, топится котельная на Апиле, Апил завезут, а он сырой. Все, и прихватило минус 30 погода. Мы еще пока не знаем, действительно, какой погодой будет, и какой будет у нас начало осени и начало зимы. Ну вот я почему-то уверен, что зима будет холодной. Она будет стабильно холодной, как было стабильно жарким лето. У нас такого лета не было, я не припомню его за последние лет 10, наверное. Владимир Владимирович, вот начнется отопительный сезон. В каком режиме вы будете контролировать, как он проходит? Все муниципалитеты, где есть проблемы, находятся у нас на ежедневном контроле. Они отзваниваются? Как это происходит? И отзваниваются, и сводки присылают, мы сами обзваниваем. Вот я вам приведу пример, когда рудничное городское поселение Верхнекамского района было поставлено на контроль полномочного представителя президента Михаила Викторовича Бабича два сезона назад, то мои сотрудники знали и работали даже с водителями автомобилей, которые возили щепу либо торф. Глава района не знал этого, а они отсюда из Кирова с ними работали. Когда ехал котел, знали, какая машина его везет, какого цвета даже тягач. И когда нам министр на совещании у губернатора говорит, что ГФИ что-то не то рассказывает, потому что транссибом по железной дороге котел едет. Я прямо при губернаторе набрал и дал, он разговаривал с водителем этого Мерседеса, который вез этот котел и в это время встал на вечерний отдых в Свердловске, в Екатеринбурге. Так было весело. Но мы это говорим не с гордостью про себя, мы говорим так все должны работать. Конечно. И принимать меры, если требуется, и выезжать туда. Потому что когда ты там, на месте, то ты видишь это все в реальности. Ты можешь ситуацию контролировать. Владимир Климов у нас сегодня в программе, сейчас приезжаемся на полторы минуты у нас реклама, и продолжим разговор. Нам надо переходить к расходованию денег, которые поступили в регион из Федерального фонда президента. Да, 166 миллионов денег пришло в область, они все, насколько я понимаю, сейчас уже освоены. И нужно понять. Почти. Почти, да. Нужно понять, на что они пошли. Это очень большие деньги, потому что за последние 10 лет впервые такая сумма нам выдана. Раньше где-то примерно 13 миллионов. Можно я правочку вынесу? Мне очень не нравится слово освоены. Давайте мы будем говорить, что они потрачены с умом. Вот. Да. Перерыв. Продолжается программа «Дневной разворот». Студия Анна Лапшина и Светлана Занько. И у нас в гостях главный федеральный инспектор Бакировской области Владимир Владимирович Климов. Аппарат ополномоченного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Хоть раз назовите полностью. Выпишу для себя. Хорошо. И мы говорим о том, что в этом году беспрецедентная сумма пришла из резервного фонда президента. 166 миллионов рублей на объекты социальные в нашем регионе. И вот я сказала до перерыва, что эти деньги были освоены, нужно понять как. Анна Лапшина меня поправила и сказала, что лучше говорить, что с умом были чего. Потрачены были с умом, да, не освоены. Слово «потрачены» тоже, кстати, не очень красивое. Ну хорошо, израсходовано. Но мы как раз с Владимиром Владимировичем и поговорим, насколько с умом, да, насколько с умом, на что они пошли, насколько эффективно они были применены. Эти средства нормальные, слово «применены», Аня. Да, хорошо. Филолог. Аня филолог. Одобряю. Да, но 166 миллионов – это очень много. И как в этом году эти средства распределялись, на что пошли? Вообще, резервный фонд президента признаначен для того, чтобы вот нет возможности попасть в федеральную программу, нет возможности у региона, скажем, или муниципалитета свои деньги найти. Есть очень важный, нужный объект для населения, для жителей, который, ну назовем это слово «горит», то есть его состояние техническое, моральное, износ, а его надо сохранить. Вот для этого именно резервный фонд президента. Обычно давали нам от 10 до 15 миллионов рублей в год. То есть это обычно какой-то один, редко два объекта. Ну, например, несколько библиотек сделали капитальный ремонт, там по 2-3 миллиона, может быть. Обычно это небольшие по площади объекты, на которых хватает. Первый раз в 2016 году вот удалось настоять, на 2016 год, тогда Таллицкий детский туберкулезный санаторий, я попросил 20 миллионов рублей, их выделили, но на условиях софинансирования пришлось отстаивать в правительстве области это 50 на 50, но 40 миллионов хватило для того, чтобы его... — Привести в порядок? — Да, чтобы сделать там нормальную, хорошую конфету. Вот, это получилось. А уже следующий год тут у нас был небольшой провал, связанный, ну вернее, как небольшой, с музеем имени Васнецовых, когда наше Министерство культуры и сам музей провалили ситуацию, к сожалению. Вот, а что касается 17-го года... — Документы не успели подготовить, нужно. — Ой, погрязли, да, там и документы, и не только документы, к сожалению, ну, получилось, жалко было потерянного. — Могли бы получить деньги из резервного фонда, но не получили. — Да. — И в 2017 году поэтому пролетели. — Так, на 2018 год сумма действительно большая, вот 10-15 миллионов, да. — Вообще должно было быть 259, но получилось 166, хотя мы отстояли эту цифру в администрации президента почти на 260 миллионов, на 9, на 11 объектов. Но вот как раз то, про что говорит Светлана, хотелки у некоторых остались хотелками. То есть очень хотели и били себя в грудь, и убеждали всех, что все сделают вовремя, представят документацию, пройдут экспертизы и так далее, и так далее. Не смогли, не сделали. — То есть возможность получить деньги была, но не успели из документов. — И того и другого. Здесь, знаете, здесь вот такой момент очень интересный. Регион не богат, и на выходе большого количества объектов с готовой проектно-сметной документацией нет. Отсутствует, потому что это все денег стоит. А тут бах, вот это счастье привалило. — А деньги в некотором смысле всегда проблемы, да. Надо успеть. — Да, поэтому 8 объектов, из которых у нас получилось 6, это объекты, получились образование, и 2 объекта культуры. — Давайте по ним пройдемся. — Да, объекты культуры. Это Мутнинский район, поселок городского типа Восточный, культурно-спортивный центр, ну, по-старому дом культуры. Значит, капитальный ремонт здания, я там неоднократно был, впечатлило. И Искровский, сельский дом культуры, это Котельнический район, это поселок Ленинская Искра. Здесь большая цифра, 49 миллионов 700, 1 тысяча 500 рублей. И работы не завершены, там они еще только-только начинаются. Вот как раз и документация, потом антимонопольная служба вмешивалась, было нарушение законодательства. — По закупкам. — Там целый ряд, да, целый ряд нюансов. И там очень много работ надо проводить, но вот надеемся, что правительство области не выпустит эту ситуацию, потому что, ну, почти 50 миллионов рублей, это в нашем-то дефиците. Где и когда мы еще их на этот сельский дом культуры найдем. — А если мы эти деньги в этом году не применим, с умом, как ты говоришь, они их придется вернуть. — Да, деньги уходят обратно в Москву, к сожалению. — Я понимаю, конечно, надо подключаться всеми силами. — Объекты образования здесь проще. У нас с вами попал лицей города Советска, капитальный ремонт здания, уже все завершено. Верхнекамский район, поселок Рудничный, про который мы говорили, но тут я не скрываю, что тут и мои уши торчат. Потому что этот район, вернее, это поселение у нас два года было на контроле по обеспечению теплом. И один из социально значимых объектов, который горел без этого тепла, это была школа. Там больше 300 учеников, и ну там буквально вот дыры светились, что в стенах, что на крыше. И поэтому как это тепло там удержать? — Поэтому и пришлось убеждать правительство области, что да, у вас таких школ несколько, но надо брать эту для того, чтобы все-таки вот мы взялись за нее, доведем до ума. Довели, и я надеюсь, что 1 сентября, я бы с удовольствием туда поехал, но боюсь, что не получится к ним 1 сентября попасть. — Затем Центр дистанционного образования детей. — Это Киров. — Да, Лепси-31. — Лесопромышленный колледж. — Тоже Киров. — В настоящее время работы идут еще. — Своими глазами видим, да, как расходуются деньги из резервного фонда. — Кировский авиационный техникум. Капитальный ремонт фасада, это вот на Октябрьский и Роза Люксембург. — Наши слушатели знают. — Классно. — Наши слушатели знают. — Все жители знают эту голубую плитку. — Да. Но, кстати, там ведь часть фасада с графита сохранили. — И другая часть уже жителей говорит, зачем сохранили. Споров много. — И детский садик в поселке Сидоровка, который не так давно мы вместе с губернатором открыли. — На 75 мест, если мне память не изменяет, по-моему. И там ясельная группа есть. — Да, ясельная группа. Слушайте, правда, из Кирова везти далеко в ясли, но вот та заречная часть можно попасть. То есть вот это те, кто в этих деньгах. — А я бы хотела как раз, Сань, чтобы ты расцветила вот на одну минутку, потому что ты много освещает как раз и такие проекты в своих программах. Вот про Центр дистанционного образования. — Центр дистанционного образования. Ну, я давай без подробностей, потому что можно много рассказывать. Разговаривала, общалась с директором Центра Еленой Трубециной. — Это Центр, который получил деньги из резервного фонда. — Да, да, да. Они получили из резервного фонда президента, опять же, если я не ошибаюсь, около 17 миллионов, по-моему. И ещё область добавляла тоже какую-то сумму, по-моему, в районе 8 миллионов. Это трёхэтажное здание, которое полностью капитально реконструировали. А Центр, он предназначен для как детей с ограниченными возможностями здоровья, которые до этого занимались на дому, да, и только дистанционно с преподавателями, так и для ребят, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств, например, дистанционно обучаются, это и спортсмены дети, да, которые по особому графику, и дети, которым надо догонять российскую программу. — И дети инвалиды. — И дети инвалиды. Это в первую очередь, это вот как бы подопечные этого центра. И у них теперь на этих трёх этажах вот огромное количество кабинетов, где можно заниматься и индивидуально с преподавателями, и классом они могут заниматься с преподавателями. Почему это важно? Потому что дети, которые раньше были изолированы от общества и сидели там каждый в своей квартире, да, теперь у них есть возможность выехать в приспособленное для этого здание. На первом этаже вот всё приспособлено для ребят с ограничениями двигательных функций. Там даже кафе есть, где они могут, вот реально, будет воссоздана обстановка обычного кафе, как Елена Владимировна мне рассказывала. Вот мне кажется, что в этом случае мы можем говорить о том, что деньги потрачены с умом. — Ну, небольшое уточнение. Из резервного фонда выделено 17 миллионов 585 тысяч 900 рублей, и действительно порядка там 8 миллионов рублей из областного бюджета. С чем это связано? Та смета, которая была защищена и сделана документация, а потом работы пошли, выясняется по ходу, что оказывается надо ещё другое и третье, но уже из резервного фонда эту ситуацию не можем. Поэтому, естественно, включаются бюджеты, это очень правильно, местный, ведь это же дело для наших людей, для наших детей. Нормально, так и должно быть. — Ну, надо понимать, мы с вами об этом говорили тоже, что каждый год по 166 миллионов мы не получим. — Это безусловно. — Да, вот ещё хорошо бы понимать, а как строится вообще вот эта система отбора заявок? Как это происходит? То есть вот на следующий год они уже готовы, мы уже куда-то отправили. — Правительство области вместе с главным федеральным инспектором, с аппаратом полпреда нашего федерального округа доказывают в Москве необходимость выделения средств на тот или иной объект. Вот, когда вы поедете? — Да, смотри, какая история. Дело в том, что у нас образовательные учреждения и культурные учреждения, это не Владимир Владимирович принимает заявки. Мы просто с ним говорили. Очень часто звонят напрямую. Не Климову надо звонить. Это через соответствующее министерство. И вот тогда уже решается. И тогда уже решается. И исходя из того, какое решение принимает резидентный фонд президента, надо понимать, что не каждый год каждый регион получает деньги. — А, вот так. — Не каждый год. — Я-то думала, что те 70 миллионов, которые нам не достались, мы можем в следующем году ухватить. — Нет, нет. Это не гранты и не бюджеты. — Да, и они ведь не то, чтобы не достались. Мы могли. — Могли их получить, но не получили. — Но мы не получили, потому что оказались не готовы. — Вот дело сейчас так. Не каждый не масло по бутерброду размазывает по чуть-чуть, а смотрит на регион. И сразу, что вот в течение одного года много объектов было решено. В следующем году уже другому региону достанется большой куш. Так что вот. — Печально, но радостно. — Почему? На самом деле очень много объектов. Есть ведь очень много действительно программ. А проблема, которую Владимир Владимирович обозначил, о подготовке документации, проектной документации, вовремя, слаженно работать, она касается не только вот этих денег, а и других тоже. — Ну, множество проектов. — Ну, только с этим я согласна. — Спасибо большое за участие в нашей программе. Это был первый час дневного разворота. Владимир Климов был у нас в гостях. — Завтра, вернее, послезавтра, 1 сентября. Вот, например, у меня внук во второй класс пойдет. У кого-то дочь, у кого-то сын. Я хочу всем и родителям, и дедушкам, и бабушкам пожелать успешного проведения Дня знаний. Не только детям, но и нам с вами, мы тоже имеем право. Ну, и нам всем заботиться о безопасности наших детей. — И терпение. — И терпение. — В предстоящем учебном году. А детям радости. — Завершаем первый час. Сейчас новости тематической программы и рекламы. И мы с Анной вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова